Хотелось в первую очередь сказать, что в воскресенье 24 числа по всей Украине и Мариуполь в числе этих городов празднуется ежегодный день молодежи. У нас он пройдет, как я только что сказал, 24 числа воскресенья с 15 до 20 часов в городском саду, где мы сегодня с вами находимся. Будет довольно-таки интересное мероприятие. Почему оно интересное? Потому что этот праздник для молодежи, он на 99% сформирован, исходя из инициатив самой же молодежи. Это будет, если мы вот прям по центральной аллее пойдем, это будет фестиваль уличной еды, это будут локации типа кемпинга, на сцене будет фестиваль рок-групп происходить. В районе фонтана будут расположены спортивные локации, в районе бывшего колеса обозрения будет конкурс стендаперов. В общем, парк будет наполнен громадным количеством смыслов, интересных для молодежи, вкусных для молодежи и предложенных самой же молодежи. Также в течение этого дня с перерывом пройдут два командных квеста. Пока не будут говорить о чем они, принимать участие будут команды от молодежных организаций и вузов. В общем, будет здорово, приходите. А подарки, призывы? Подарки, да, у нас предусмотрено определенное количество сувенирной продукции под данное мероприятие. Там футболочки, флажочки будут, значочки. Будут мелкие подарки от наших спонсоров, коллег, помощников. Я так хочу сказать, что те люди, которые неравнодушны к данному мероприятию из среды бизнеса, они, безусловно, молодцы. Они лишний раз показывают свою позицию социально ориентированных организаций. И в нашем городе они, слава богу, тоже есть, и они принимают участие непосредственно в этом празднике. А конкурс стендаперов, это откуда называется такая идея? То есть есть количество таких людей, которые... Да, вы знаете, меня самого заинтересовало, когда я увидел среди предложений данный конкурс. И на что мне сказали, что вот мы об этом разговаривали 4 дня назад, что у нас уже было на тот момент 6 номеров точно, то есть будет. И сказали еще, ребята готовятся. Молодежь любит цеплять очень острые темы, поэтому конкурс стендаперов, он проходит предквалификацию. То есть цензура какая-то есть. Да, определенную цензуру. Если бы ее не проходили, наверное, мы могли этот конкурс проводить на протяжении суток, нам могли бы рассказывать. Но в итоге он там сложится в менее лаконичную акцию. Ну, я думаю, что-то интересное мы услышим. Это довольно модное, современное направление на сегодняшний день. А именно что подлежало цензуре? То есть политическая какая-то там сатира или какие-то, наоборот, связанные с какими-то нецензурными выражениями? Что вот цензурировали и кто был эти цензуры? Смотрите, цензурами являются те же молодые лидеры громадских организаций и вузов. На самом деле, мы, как городская власть, мы вне политики. Вузы, если они посчитают нужным зацепить как-то политические темы, ну, об этом нужно говорить, не надо этого говорить.